Которую я создал на житие святых Кому нужно? Так Передайте Нашел вчера И это единственная уже буквально все Симфония на житие 12 таможного Дмитрия Ростовского Так кто еще спрашивал вчера? Передайте, пожалуйста Спаси Христос Братовый Олег Спаси Христос Так, кто еще говорил? Еще Николай Сиротко спрашивал А мы не меньше Так, это здесь Владимиру принадлежит Никуда Потому что я специально нашел Больше нету нигде Кому надо, пересдавайте Дальше Вчера шел разговор Первая книга, которая у меня вышла Стихи Церковь, свободная тюрьма Кто просил? Нет, просил Мы ей четырехтомник дадим За упрямство Я там оставил Я там оставил Виталий, ну ты сам скажи Если тебя поставят где-то начальника И у тебя поставили Ну начальник там Начальник интересного У тебя бригадир А ты пришел к бригадиру И говоришь Вот здесь неправильно Понимаете Сделали Никак по чертижам Не нравится? Убирай меня Скажи Я сейчас Я должен сказать ему Почему? Ты уже знаешь Что маленькая не так У тебя неоднократно Это было Просился купаться Я говорю Со всеми вместе пойди А одному Какой бы ты ни был Опасно А я тогда не буду купаться Я должен вокруг тебя ходить Понимаешь? Нет? То, что не будешь купаться Мне теперь неприятно Ты работал Хорошо работал Вчера Вчера На портель Другой выкинул Без рукавка Ехать Одного человека Потеряли мы Он там побежал К себе Там с этим С лукой Ладно Ты Я говорю Ты наденешь А я туда и не уходил Бывает так Человеку скажешь А я не держусь За свою должность Я прорабом работал Ну и с людьми Все время Я считаю Такого человека Нужно немедяно убирать Они Они Не держатся Я начальник детского лагеря Создал детский лагерь Его нес бессменный директор 45 лет В общей сложности Тысячи детей подняли Без помощи государства Этого никогда нигде Ну найдите в интернете Притом По слову Божию Если делать У меня наказания физические были Они родители Их они слушаются От меня уезжают Когда родители не могут узнать Обнимают сестренку Он ее колотил Там Наркоман 13 лет уже отпетый Поэтому полиция Прокуратура У меня один год И как раз за 4 уголовных дел На меня возвели И Бог все Во время Приехал Подал в суд Все снято И Бог так делает Понятно? Это бросить себя Как правило Это отвечают люди Капризные Разведенные На одну ночь Что-то сказали не так Теща не такая Теща Это вторая мать У тебя все В жизни было бы по-другому Я тебе выговариваю Тут секрета никакого нет А ты не скрываешь Ты меня прости Я тебе Не за деньги даю Это Дарю А почему? Я их спрятал У меня несколько всего Экземпляров Первая книга Понимаете? Вот У вас замысла Там гигантские Там начинают Я не знал Первый том Открытым оком Мне сказали Вот Вы преподаете в университетах В пяти университетах Вел занятия Это не игрушка Там проректор приходит Ректор Ректор Там 28 тысяч студентов У меня опыт Даже не опыта Что-то непревзойденное Многое И первые книги расходились И сказали Вот это надо сохранить И я выпустил книгу Название Какое Какое дать название книги? Вот на эту книгу 120, кажется Название мне дали Но пришлось самому Показать Именно Большинство стихов Мною написано В тюрьме В камере В отделенности От народа Божия И вот Раз книга была первая Я Сколько страниц Не знаю Ну надо Чтобы делилось Скажется На 18 Ну они там Пришивают Эти тетрадками И вот В это время У меня начинают Развиваться Приходят Старообрядцы И говорят А почему Вот вы отдельными Листками Выпускаете Листки Газетные О крещении О покаянии О церкви О посте А почему Не сдать книги А зачем Я говорю У меня листики Иди есть Никакого Соображения Не было Ну я говорю Ну можно То есть я соглашаюсь А кто будет Корректировать Что корректировать А что это такое Потом Потом сам Все это Буду делать И вот Первый том Закончился А тут Наплывают Ходят сектанты Как беседовать С ними Не победу Одержать А объяснить То как они верят Как это По слову Божию Выглядит Задачу я никогда Не ставил Одержать победу Второй том Противо Сектанты Только закончил Люди говорят А как вы находите Дорожку Каждому человеку У меня люди Разбиваются На двадцать четыре Категории Вам понятно это? Мне да Да Я знаю Ваш На кого-то Для вас это Просто находка Третий том идет Четвертый Как образовать Общину И у меня Тридцать три тома Получилось Каждый том Семьсот пятьдесят Две страницы В одного названия И оно сегодня Востребовано Как будто сегодня Написано И поэтому Комплект Общий Все книги Тридцать восемь томов Ну без этой книги Тридцать семь Пятьдесят Одна тысяча стоит Я для чего Объявляю Чтобы Книги на исходе Они по тысяче экземпляров Из них Семьсот пятьдесят Из тысячи Подарены Библиотеки И людям Нам все остается Общим тиражом Когда я сдал Мне это обошлось Из знания В пятьдесят пять миллионов Человек Получающий Минимальную пенсию Ясно Что-то нереальное Я прошу Вот принесли Там у нас лежат К истинному православию Одна книга Я сорок лет Собирал материалы На нее Там все ответы По два не давал Сегодня даю пачку Это восемь Если кто пожелает Вот это разобрать бы Желательно было Скажешь денег нет Пришлешь У нас на выходе Четырехтомник Пропови стихах Привезут в пятницу уже И думаем Пересдать К истинному православию Я не знаю Есть она или нет Здесь Нет Там у тебя есть К истинному православию В ней было Четыреста восемьдесят Страниц А теперь будет Около семисот Семисот Понятно То есть Новые материалы Там воины Семисот У меня не было Их материалов Но они по темам Будут приложены Где-то Тоже помолиться надо Нам очень нужно Это издать К истинному православию Издали один Раз в тысячи Второй раз Я один еще делаю У вас не было Три тысячи Уже с фотографией Цветные пошли Сейчас Мысли Вот такое Увеличены Пять тысяч Потому что Если я это не издам То и Не знаю что будет Денег Совершенно Туда ни копейки Не вложили Дорабатывается Фотографии Сейчас новые будут Все соберу И будем вставлять Фотографии Будет в каждом В этой книге Она в одном Ну Один Как сказать Экземпля Ни два Ни три Сколько там будет Я не могу сказать Но примерно Девяносто шесть Страниц Цветных фотографий На шестнадцатой Было крещение Теперь отложил Батюшка его На пятнадцатое А шестнадцатого День деревни И вполне вероятно Будут люди Ну получили Кое от кого ответ Самые высокие люди Которые здесь есть В крае Их не будет Но метрополит Может приехать Я на все могу вам отвечать Метрополита Которого Бог дал В Алтайском крае Мы не принадлежим ему Мы все еще Числимся Неофициально Русско-православная Зарубежная церковь Патриархию признаем И он приезжает У нас ведет Богослужение И вы увидите Это не просто Архиерия Это отец родной Все нападки Какие были От священников Все загладил Нигде нету Где бы он ни видел Распростертые руки Идет Целует Это не игра Какая-то Вам понятно Что говорю Вот здесь у меня лежат Новое издание Трехтомника Толкование Полное Толкование Нового Завета Две тысячи лет Новый Завет И нигде этого не было Доходит от Послания к евреям Все закончилось Здесь с откровением И откровение Толкует Многие Вы просто можете услышать И можете не верить Я знаком практически Со всеми Четвертого века Какие только были И нашелся человек Который объединил Это все И Рожденный свыше Священник Это вообще редкость Человек Живущий Богом И он пишет Полное толкование Не сам по себе Геннадий Фаст Это один из самых Больших Богословов Нашего времени Он Когда-то Я закончил Томский университет Физик Математик Его оставили При университете Он немец Менонит И обратился В моем доме Он считает меня Своим наставником Тут он пришел Православие принял Закончил семинарию Академию Кандидат Или магистр Там наук Богословских И он написал Вот это Которое мы приложили туда Это место его толкования Откровения Не его толкования Святых отцов Но в духе Рожденного Свыше человека Вот Сегодня вы слышали Он обратит Любого тронет Лучшее толкование Которое существует На сегодняшний день Я это могу доказать В течение пяти минут И это все В трехтомнике Оно занимает Где-то Четыреста Кажется Тридцать страниц Только на одно Откровение Такое Богатое Это все В новом Издании Трехтомника Вот они лежат Мы по одному Отдают тысячи экземпляров Одна книга Одна книга 1100 Получается 8800 8 штук Для кого-то Где-то Можешь продавать Можешь дарить А когда выйдет Четырехтомник В пятницу Привезут Первый экземпляр Сюда Четырехтомник Моих стихотворений Четыре тома Если считать С фотографиями По тысяче страниц Каждый том И четыре тома Месяц 8800 Точно так же Один экземпляр А здесь 8 Понятно? Я очень благодарен Привезшему голубей Я до того Удивлен Нотаря Там где-то взять Такую даль Везти Я думаю Как же они там Поить Только свет Я не знаю Там как Они вылетели Уже В нашей голове У меня Трагедия с голубями Проник колонок А человек Который был поставлен Не знает Он проник И было 25 Осталось 5 Все подушил Ну и ему Досталось Этому колонку Сумели сделать Вот И Там у меня Та же самая история В городе Вот смотрите Как надо знать Я сказал Вот Когда заладишь туда Тут весь чердак Голубиный Над нами А там у меня Выделена Одна отдельная часть Сделана так А там у меня И корм А это только Дри голубей Они залетают туда И залетать Туда А кошка Не залезет Но когда Заходишь На крышу Чтобы с той стороны В голубятин Зайти То дверка Открыта Кошка на нее Заскакивает И прыжок И она тогда В то отверстие Где железом покрыт Она уже в голубятине И которые остались люди Они так и делали Он пришел Пшеницу насыпал Завернул А кот остался там А раз кот остался Он будет душить Сколько ему надо Ну он-то Одного съест Значит Голуби рванулись Оттуда И остались живые А которые С самки сидели Голубки А она умрет Но гнездо не покинет Это не кукушка Она не бросит И поэтому Которые Коты-то залезли туда Место Пока открыто Это была Он ее за собой не закрыл А когда ушел Закрыл Он закрыл А он все равно Спрыгнет оттуда И вот Остались Голубки Женского пола И они их всех Передушили Я не пойму Весна Ни одни Ни одному гнезде Я ведь нету Остались только парни одни Вот Невесты нету А они тогда Стали летать Голуби Где там Знакомиться Знакомиться А там Приветили Беспородное Ну так видно Ну и остаются Там где-то И у меня получилось Голубятня почти разоренная Я дал объявление По Алтайскому краю По нашим районам Тут Сказали Где-то в Тюменцево Ну это километров Кидесят Будут Может быть Осенью где-то Я с детства Люблю голубей Это особая статья Не просто люблю А Это Бог дал мне Этот талант Любить По-настоящему Творение Божие Вот Знаете Ребята большие Это Тоже скажу маленький Конзавод номер 140 Карповка Где я родился Мне лет 5 было А там конзавод То есть готовили коней Для армии Буденного И проще Это породистых лошадей И тетка Татьяна Собрулина Рядом была Родители мои где-то На работе наверное были И она меня за руку Тащит по этому Корпусу Где Жеребцы стоят Там кавелы Все пощищены Такой высокий у них уровень Все готовят И в это время На балке Как помню На восток Смотреть было Балка вверху Которая идет Толстая Сидит голубка Глазящих Видел Воробьев Видел 5 лет Голубку И он первый раз Я вот так уперся У меня тетка не может видеть Я смотрю Голубка на меня смотрит Здесь был Час влюбленности И вот Семьдесят За кого Семьдесят Чуть Семьдесят пять лет Примерно Я с голубями Еще из голубей Новых людей Господь показывал Приобретал Помощников Потому что Тоже есть люди Мэр города Там голубятник был У нас статья была Большая В Алтайской правде Это губернская газета У злого человека Голуби не живут Вот и все Я могу легко доказать То что у меня Голубятник здесь Вы видите Какая голубятник Сюрреалистическое строение Крыша над землей Девять метров шестьдесят сантиметров Вы сейчас там был Увидите Здесь рядом Я попутно говорю вам Другой любит Там еще что-то Я не знаю Может быть Крысы какие-то Там маленькие Ползают Кошки настоящие Которые ловят мышей Должны быть Основное было В ствол И голуби Поклон вам Если голуби есть Я пытался их напоить А они не пьют Я думал Как же они Я хотел приучить Девки в тазике А тазик закрыт И оставил Только голову сунуть И они уже там У меня там Пять голубей Своих Есть там Четыре Так сказать А два Колейки По небрежности Так Мы будем сейчас Обедать Правила Такие Знаете Над столом Закрась стола Вертикально Не склоняйся В левой руке Кусочек Мысленно Сжимай Рядом Сидеть люди Ложку поднял Поднес Кусочек Как только Первый съел Подними пальцы Второго надо Дежурная Смотрит Половина нужна Покажи вот так Это наши правила Дальше Я сразу не сказал У каждого В кармане В правом кармане Ничего Чтобы не было Кроме носового Платочка И когда Садимся за стол Дети Покажите Платочек А я забыл Переоделся Ничего не значит Это поправимо Вон Двести пятьдесят метров Деревья растут За тобой смотреть Вот Бегай Сорви Три листочка Это заменит тебе Разового пользования Все Память пришитая А пока бегал Ко второму Первому Уже не получится Понятно? У меня Профессора Психологии Приезжали И не просто Профессора Очень знатные люди Мирового масштаба Директор Кестенского института Из Лондона Прилетела Ну Востанкина Дали ей Сопроводительного И привезли И она тут Все посмотрела И сказала Как Саиса Савска Мне же эту половину Не рассказали Про вас Она книги Приобрела Ксения Дэннон Низенького Такого роста Но до того Она приятная Все везде Разузнала Приехала И такую статью Закатила Там вообще В сибирских степях Возобновление мечты Там что Я рассказываю Как И смотрели Главный вопрос Как так За один месяц Ребенок наркоман Убегал из дома И вдруг меняется Молитва Молитва И строгость И записано Все в уставе За мной Знаешь Сколько числится Эти уголовных дел И осень Я приезжаю И все В дребезги разносится Но Большую помощь Конечно Оказал прокурор Края Генерал-лейтенант Мы в близких отношениях Теперь Я их не знаю Без помощи Государства 45 лет Ни один не заболел В лагере трудовой Больных не принимаю Но приехали Условие одно Если хотите оставить Этот мешок таблеток Вывалить в туалет Химия Уничтожает все А как вы лечите Я сам лечу Очень просто За час до еды Полная ложка меда Спасеки И медленно слизывать Лизну маленько Чтобы растворилось там И опять А потом Полная кружка Березового соку Все Ну и молитва Это все И больные Никогда дети Не уезжали Иногда Ходотайствуют за детей Вот я рассказывал Про это Они вот такой Мальчик И он Ему бы какую-то Льготу Воздать Он как Что-то Нитрыпо его И с него пена И с него пена идет Дед такой же С пеной был Я говорю И как я должен Сделать Вот траву Не обрут Вокруг келья Значит Траву ему не надо Давать Он говорит Слетайте смотреть С него пена идет Огнетушитель Привезли Ну и что Ну Вот они приезжают Недели через три Ну и как наш Павлик Ну-ка Иди Он прибежал Обнимают Ну как он Никак Никаких льгот У него вообще Ничего нет Отличный парень растет Они его тешат Он понимает Пена там Все сплюнул Теперь ему шоколадки И халвы до ноздрей Это не годится Ребенок любит Строгость Уважение к старшим Понятно? И он у меня Не просто А профессора психологии Там Разные-разные Даже за разных стран А где вы учились этому? Я говорю Вот дети Чтобы никогда не жаловались Не пикали У русских не пищать Это японское качество Национальное Конзю Никогда не показать Что тебе больно Почему он Харакири делает Кишки вырезает И успевает бросить Ну В войну как было Стамолеты взлетают у них А шасси остается Назад ходу нету И он направляет И взрывает там корабль Что они там В Харбори устроили Я попутно все это говорю Потому что у нас дети Вот вчера я сказал вам Не брать И вы поняли Хорошо, что его не было Ребенка с вами Вам это еще не дало бы Не надо А этот поехал Убедил где-то Проскочили Так За столом сидеть Не разговаривать Соседи показывайте Сестры Когда что-то делать Отсюда набирайте Все время глазами Как говорят Стридите А не так Что я сижу И говорю Ну смотри Вот он Поднял руку И сидит Вот что тут Маузелёна Встречать приехал У нас сегодня день Займемся медициной Вы видели Вчера Пижму нашли Привезли Так Кто Александр То Вот значит Нужно подумать Как сохранить Это теперь Прямо накосили Это староста достал У нас Была она Но исчезла Тысячи листьев Можем взять А это Желтые цветы Как их зовут Везде вырываем Ну все Под окном Везде растут А она Очень хорошо Действует После операции Чистотел Чистотел Абсолютно правильно Его у нас Здесь Столько чистотела Только надо Не на солнце Сушить А где-то Найти такое место А где такое место Чтобы было У нас есть место Чтобы кошки Оттуда не лазили Как Полки какие-то Вознесли Были бы полки Мы бы все Значит Сегодня У нас Я думаю Так Если только Просохнет В огороде Сестры Напасть На сорняки Мы уже Протягивали Там вручную Пройти Маленько Где-то И мы Можем куда-то Уйти дальше Я знаю Где Лопаты Возьмем И заготовим Вопросы На драма Останутся люди На драма Останутся люди На дрова Да Ты прав Тащить Нужно Пила И щурки Чтобы отлетали Я может сам Подойду Я люблю Держать Я знаю Николай Георгиевич Вот В машине Тут еще Работал Сергей Я Кого знаю Пилу Кому попало В руки Не давать Не разбирать Перепились Куда-нибудь Все А мы-то Нашли Где-то Меня на дрова Деревья На дрова Меня Может я скажу Ну вот в общем Я скажу Сколько Это может сегодня Отложить Это Дровами Заняться Нет А можно Это поделить Сколько человек Нужно На Корень Солодки Ну я не знаю Сколько Можно сразу Колоть Пилить Кололи Четверо В прошлый раз У нас На колку Нам нужно Семь человек Ну в общем Подумайте Четыре Два Пилит И один Раскладывает Ну тогда Может сегодня Отложить Но все равно Можно было бы Несколько человек Пойти на Солодку И ее копать надо Она под землей Находится Можно поделить У нас как раз Половину Получается Вот видишь Как вот Надо Подсказать Дело то Что копать Можно мужчинам А собирать Женщины могут Сестры Собирать травы Ну я имею Корень Солодки А нет Собирать Нечего Ее пока Один корешок Выкопаешь Я еще раз Сколько это сделал Вот такими корешками Отрывал А когда копал Далекого Вот такой Длины Ну там уже Это новое Наросло Они не толстые В мизине А бывает Вот такой Палец Толстый А когда Даму Насыпали И в это время Бульдозер Срывал И у него Прямо впереди Вырытое Я набрал Мешок Большой Мешок И тут Сразу Архиерея Всем дали Корень солодки Известно Больше двух тысяч лет Употребляет Китайцы Примешивают Любому лекарству Сладость его Где-то В шесть раз Больше сахара Один Говорит Пожуешь И надо огурец После этого жевать Чтобы нахальная Сладость Так образовали Побеждает Побеждает Все остальное Что сладкое Есть И у тебя Там сна Нет Еще Чай В этом Выпил Посодействовать Чтобы ты Успокоился Корень садят Кому Нужны будут Семена Только осенью Можно дома Посадить Она растет Так Вопросы Давай Штукатурка Не закончена Штукатурка Не закончена В доме То что мы Делали Ну все Остаетесь Вы Товарищ Кто с вами Георгин А вы Ну все Сами Посмотрите Как Так Кто приехали Отдыхаете Сейчас Позавтракаете Маленько Осмотритесь Скажут А мы не хотим Ложись Все дело ваше Мы покажем Где ягоды Есть Клубника Вы пойдете Там найдете Наедите Если наберете На обед Мне нужно Чтобы выполнить Правила До обеда Приезжие Свободные Чтобы Здоровый был Отдохнули И горнулись Вот все Значит Кого мы еще ждем Команды Как будто все Да Нет Ну Еще приедут Но это уже Вместе с Еленой С Игорем Кто еще спрашивал Одно Оставьте Это для Франции Ну только А Я ее не взял Все Тут лежит Я вчера раскопал Маленько Это у меня 38 книг А эта книга Первая уже разошлась И я 37 А она спрятана была Вчера я нашел Один раз так спрятал Что несколько лет Не мог найти Приехал человек И говорит Я был в заграничной командировке И заплатили долларами Ну мы женой посоветовали Деньги-то хорошие И решили Приехать потеряю И вам деньги подарить Ну раз женой По согласию Жена здесь же стоит А в это время За меня полиция Нападает И везде обыски И я их спрятал Я уже знаю Что на обыски Они даже не брали Проходит время Все это утихло Маленько Я не могу найти Где я обычно прячу Так я стал припоминать Вот там-то 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 Нигде нету Проходит год Проходит два Нигде Деньги исчезли А это несколько тысяч долларов И вот приходит время Рубашка у меня порвалась Совсем Одну рубашку Тут жена знает Это 30 или 35 лет Только носил Я люблю С заплатами И Бежу рубашка моя Лежит Я его взял Что-то мешает Открыл А там деньги лежат Ну мы их сразу определили Куда надо Я делюсь своими Правилами Вот посылки приходят Из-за рубежа Деньги Мои печати Пальцев нету Ни на посылках Ни на деньгах Со мной едут Люди Которые сильно нуждаются Я расписываюсь Потому что на меня Он сразу забирает посылку И домой Нигде Ни одного грамма По милости Божией Это Господь Господня милость Он меня на это избрал Я не понимаю Что золото Деньги Они просто идут Но что нужно было Я еще раз напоминаю Никого денег нет Позаботьтесь Пальцев 7 Это 8 Это вообще Не много Не много Вот сейчас мы издаем Четырехтомник Если с картинками То каждый том По тысяче страниц Там столько Проповеди В стихотворной форме Кажется Четыре тысячи Что ли Проповедей Проповедей В стихотворной форме Никогда не было Четыре тома Только показать Может Ну и Девять Экземпляров Будет Передать Кто с Беларусей Имеет близкие отношения Послать Кондратюк Она все это Корректировала Или мы отдельно Пошлем Вот Я снова возвращаюсь К тому В чем мы нуждаемся Не видя В издании А где вы берете Я говорю Перед Богом Вы берете Рассчитаетесь Пришлете Я дам обратный адрес На сестру Алену Ну и Она Этим распоряжается Я денег вообще не вижу Не знаю По милости Божией Вот как Бог делает Вчера Ездили Покупали мед Он приедет сюда Заказали Он приедет сюда Я просто пример говорю Говорю Павел говорит об этом Еще в этом нету Он один раз приехал Сколько вам надо Я вытаскиваю Пять Пять тысяч Он банку Банки наставили Пять Только повернулся Одна его Галина Я достаю Вторую ему даю Третью Он оставил Тогда вы еще Их печатаете Что ли Так Никогда не спать Тридцать пять Банок Вот здесь У ворот стояли Тридцать пять Ни одна банка Ни одна капля Ко мне сюда не попало По частям Все это отправляли Бабушки Старые Больные Все это уже разошлось Вот откуда Благословение идет Я делюсь опытом Моего ничего нет Это благодать Божия делает В этот момент У меня в руках Оказались деньги И они все Сразу ушли До конца Сколько Он теперь даже Вчера давал Сказал Передать мне Так Почему Я как бы Рекламу даю Везде Он абсолютно Честный человек Щеловод Жил по Теряевке Деревна стала Разрушаться Он в соседнее село Уехал Его сразу Избрали Видимо Там Директором Теперь он На пенсии Геннадий Павлович Шерстабитов А его мама С моей мамой Работали на пасеке Колхозной Его мама Была главной Ксении Михайловной И вот как По сегодняшний день И вот каждый год Привозит нам Никогда не играй Нагоми И мы Близкие Друг к другу И он Сколько 1250 Трехлитровая банка Сами Посмотрите Базарные цены Так там Что попало На толкать Все Пчелам дают Сахар Когда Его там Не знаю Там Горящей водой Или как Делают Пчелам Дают А она Пчела Перерабатывает А там Ничего Нету Сахара У него Даже Капли Этого Нету Все Что Со Святой Собрано И поэтому Кто Желает Брать Берите Виталий Шаг Сюда Скажи Сколько Раз В прошлый Раз Ты Увез Меда Килограмм Ну Это Я не помню Позапрошлым Сколько Две Два Куба Почем Каждый Куб Десять Кажется Сколько Десять Или Двенадцать Тысяч Я не помню Десять Сколько Килограмм А Килограмм Ну Мне было Очень Тяжело Я чуть Не сорвал Спину Поэтому Они Могут Приехать А Если Они Не приедут Теперь Так В пятницу Приезжают Из Барнаула Принимать Будут Экзамены Образно Скажем И оглашенных Я с вами Тут отдельно Позанимаюсь Немножко Еще Главное Вячеслав Занимается Субботу Крещение А воскресенье День деревни Может быть Треть Митрополит Как в храме Вот смотрите Чтобы ноги Пятки были вместе Ну-ка Попробуйте Пятка Пятку Задевает Вот так Ну Несколько раз Там зведи Опять Все У меня Один Я стою Сзади И вот Он Стоит Вот так Вот Вот так Маленько Подтянется На ногах А потом Вот так Вот Потом Вот так И опять Когда вышли Я говорю Ты зачем Это делаешь Есть люди Которые знают Это Что я Говорил Так Я говорю Ты зачем Это делаешь А я Не знаю А ты знаешь Что это означает Это блуда И лихорадка А как Вы узнали Что я В блуде Думал Стоял О блуде Думал В храме Молился И вот Это вот Перекатывание По поднятию Ресниц Определяется Наклонность Блуду Сераков Говорит Надо быть Просто Внимательно Смотреть И считать Это полезно В храме Не надо Руки опущенные Не должны быть Ни одной иконы Нет Не считая Сегодня придумали Елисавета Царицы Сестра Руки должны Или так быть Или вот так Сложил Или вот Как угодно И когда крещение Будете в воде Руки вот так сложите Ни за счет Не хватайтесь А ноги Подогните И в воду ушел Теперь Когда батюшка Идет Кадит Он кадит Не людей Не стены Изображения Вот стой Спокойно Батюшка идет С кадилом Ну знаете В храме обходит Он еще не знает А ты стой Молись Понятно? Когда подходить К евангелию Подходят подвое Мужчины сначала Потом женщины Два поклона С крестным знамением Поклон Крестное знамение Лоб Пуповина Где у тебя Где у тебя Правое Плечо И левое Где соединение Вот такая Должна быть И Чтобы рука Могла пол достать Руку не надо Опускать Один раз Тебя проверь Два поклона Поцеловали Икону Евангелие Еще один поклон И теперь Подходит К священнику А там все Благословит Батюшка Там поцеловал Подставляет Резы Крест Чтобы знали Это Не оборачиваться В храме стоят Которые высокого роста Постарайтесь Ближе сюда Дети есть Постарайтесь Чтобы там У нас Середины Они ближе Были к середине Такой Жванецкий Знаете Был Насмешник А как он Когда вы знали Что он может Юмором Ну где-то пять Было минут Ехали В автобусе Ну маленький А приотстал Он ему говорит Войди Так его звать Назвал Он говорит Да где ты ешь Что ты смотришь А тут только Одни попки Мужиком Я ничего не вижу Одни попки Только Видит Вот надо сказать Так У него заложено Было Рассмешить людей Поэтому В храме Стоять Спокойно Смотреть вперед Ни по сторонам Не надо Батюшка будет Тут Если архивея Меня вызовет В алтарь Я чтец Имею право Входа в алтарь То он Выходит иногда И через батюшку И говорит Чтобы я сказал проповедь Это вообще Весь неслыханный Нигде во всем мире Я чтец Это даже Ну как Вроде бы и должности Считать Но вход в алтарь Открыт и свободно И при том Когда обедаю Трапеза Будем у батюшки В доме В это время Я быстренько Стараюсь поесть И напротив Архиерея А его уже толкает Бог здесь Ждет Благословить их Тогда я начинаю Что-то говорить И вот здесь Архиерея Сказал прощаться С ним Правильно было Падали на колени Можно так начать Дядь Можно Он пришел сюда Пешком Вот здесь палатки Растиллерил Прямо здесь Вот там Около дороги Стали на колени И стали молиться Как апостолы Прощались А то такого Нигде не было И все это засняли А потом Патриарху выслал Чтобы он Не трогал его А то говорят Его хотят убрать Он все тут Направил Как дела И видимо Пришел ответ Что его не трогают Видите А сколько вам Сразу Вкладывают За столом Все доели Чашку залезали Показали дежурному Положил Опрокинул Кружку не надо Опрокинуть Чтобы она была полностью Вам Дали Мы сейчас садимся Вам покажу Где-то на той стороне Места хватает Поплотнее Лишь бы рука Такая Правая работала Шатун Чтобы этот Свободный был Так Во славу Божию Спасибо Садимся За стол А потом Мы распределим Кто будет Колоть Так Я говорю Потому что Это подсказывает У меня двери Нет всего Вот Игнать Тихонович У вас есть вот что О Это вкусно Так Ну давай Так Сядите Ничего На столе